Что и как мы будем есть через 10-20 лет? Еда на 3D-принтере, роботы, производящие и готовящие еду, питание через пар или пластырь, клеточное сельское хозяйство, блокчейн и искусственный интеллект. Все технологии еды будущего в одном выпуске. Одной из самых перспективных технологий в питании является 3D-печать. Она позволяет создавать еду из самых разных компонентов, смешивая их самым причудливым образом и создавая формы и текстуры на выбор. 3D-печать позволит вам настроить конечное блюдо в соответствии с вашими требованиями и вкусами, сократит количество отходов, позволит питаться более правильно и может полностью перевернуть наши сложившиеся представления о вкусах. Как только технология будет усовершенствована, она предоставит неограниченные возможности для создания новых продуктов питания за счет изменения соотношения ингредиентов и их конечной физической формы на тарелке. 3D-печатью планируют заменить еду из тюбиков у космонавтов. Технологию уже используют, например, стартап Redefine Meat, для того, чтобы искусственное мясо выглядело пахло, имело строение и сочность настоящего куска говядины. При этом трехмерная печать позволяет воспроизводить более 70 различных сенсорных факторов мяса, используя веганские компоненты, имитирующие мышцы, жир и кровь. Привычный вкус еды могут изменить и роботы-повара, когда научатся не просто действовать по шаблону, но и создавать новые блюда. Пока же существующие системы, будь то робот для изготовления пиццы или навороченная роботизированная кухна Молли, роборуки, которые могут полностью повторять движения рук шеф-поваров, действуют по заложенному шаблону. Молли обучали на движениях знаменитых поваров, рецепты которых заложены в память роботизированной кухни. Но робота можно настроить и под себя, если задать набор ингредиентов и последовательность движений, таких как добавить, помешать, перевернуть. В будущем такие роботы в ресторанах и на дому смогут готовить нужные блюда, которые вы закажете в приложении, пока едете с работы домой. А когда к машинам добавится искусственный интеллект, они смогут сами предлагать вам новые вкусные и полезные блюда. Вполне возможно, что приготовлены они будут из ингредиентов, выращенных из стволовых клеток, собранных у доноров и культивированных в лабораторных условиях. Так уже получают мясо инвитро, а в будущем будут получать и рыбу. Такие компании, как Just, уже экспериментируют с куриными наггетсами, колбасами и даже фуагра. Но пока такой способ получения продуктов очень дорог, а вот вертикальное земледелие имеет все шансы стать массовым уже в ближайшее время. Вертикальные фермы и сады уже есть в Южной Корее, Швеции, Сингапуре и США. В Японии их более 50, а в России есть свой стартап iFarm, родом из Новосибирска. Вертикальные фермы iFarm управляются автоматизированно с помощью электронной платформы iFarm GrowToon. Она оптимизирует работу фермы, чтобы урожай был хорошим, созревал в прогнозируемые сроки и с минимальной себестоимостью. Программа взаимодействует со всеми датчиками и контроллерами, управляет параметрами температуры, влажности, CO2, составом раствора и графиком полива, а также расписанием включения и отключения светодиодных ламп, заменяющих солнце. Гарантировать безопасность еды будущего сможет блокчейн. Уже в ближайшее время он революционизирует поставки агропродовольственной продукции, сделав каждую транзакцию в цепочке поставок прозрачной. Это поможет почти мгновенно обнаружить и отследить, например, источник заражения или загрязнения готовой продукции. А еще позволит контролировать срок годности всех продуктов и поддерживать развитие альтернативных каналов дистрибьюции. Пищевые гиганты, такие как Walmart, Nestle и многие другие, уже работают с IBM над применением блокчейна в своих цепочках поставок. Следующий технологический тренд в еде будущего – персонализированное питание. Концепции различны. От адаптации диеты к вашему состоянию, считываемому специальными нательными гаджетами, до подстраивания меню под ваше ДНК. Последняя идея – нутригеномика. Основана на отслеживании связи ДНК человека и способности усваивать те или иные продукты. Пока она находится в зачаточном состоянии, но некоторые компании, такие как DNAFeed, Nutrigenomics и Habit, уже предлагают подобные услуги. Еще один необычный тренд – клеточное сельское хозяйство. Этот процесс имеет две формы. Бесклеточные продукты, состоящие из органических молекул, таких как белок и жир, но не содержащие живых клеток. И продукты, состоящие из живых клеток. Конечным продуктом должны стать привычные нам варианты, но сделаны они будут совершенно по-другому. Например, встраивая соответствующие гены в дрожжевые клетки, можно запрограммировать их на массовое производство обычных продуктов животного происхождения, таких как молоко. Так основатель компании Nature's Fund Томас Джонсон со своей командой обнаружил в горячих гейзерах Йеллоустонского национального парка грибковый микроб, который выжил при подземных температурах в 120 градусов по Цельсию. Сейчас такие микробы ферментируются в лабораториях компании в Чикаго, где специалисты по пищевым продуктам манипулируют ими, превращая их в имитацию курицы и других продуктов. Недавно компания получила 80 миллионов долларов финансирования от таких инвесторов, как Билл Гейтс, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Майкл Гумберг. Интересно, что изначально проект по поиску организмов, способных адаптироваться к экстремальным условиям среды в вулканических источниках Йеллоустоуна, финансировала НАСА. Афинский стартап Solar Foods добывает белок из воздуха. Еду будущего, являющуюся альтернативной мясу на растительной основе, разработчики добывают из воздуха и электричества, полученного из возобновляемых источников энергии. Результат – возможность значительно сократить воздействие самих процессов производства продуктов питания на окружающую среду. Компания утверждает, что ее уникальный одноклеточный белок салиин, полученный в результате особого биопроцесса из электричества и воздуха, максимально экологичен. Его полностью естественный процесс ферментации похож на производство дрожжей. По вкусу и внешнему виду белок нейтрален, при этом обладает богатой питательной ценностью. Продукт должен появиться на рынке уже в этом году. Среди других технологий будущего, которые изменят наше питание, стоит выделить и искусственный интеллект. Сейчас в основном его используют для анализа данных и предсказания последствий различных факторов, влияющих на эффективность сельского хозяйства. Но нейросети способны на большее. От точной сортировки продуктов до моделирования дизайна функциональных нутриентов – белков, сахарозаменителей и прочих – в составе альтернативных продуктов. Но даже если в будущем мы обречены на стандартный пакет витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов неизвестного происхождения, это еще не значит, что мы не сможем выбирать и изобретать способы наслаждаться едой. Уже сегодня существуют концепты и рабочие технологии, позволяющие разные способы доставки пищи в организм. Самый яркий пример – вапоризация, то есть превращение в пар. Питание через небулайзер, создающий съедобный дым, возможно уже сегодня. Рабочий аппарат под названием LAVAV создан профессором Гарварда Дэвидом Эдвардсом. Разрабатываются и варианты для тех, кто спешит. Питательный трансдермальный пластырь, полезная жвачка с разными вкусами и даже проект имплантации прямо в тело – резервуара, который по необходимости впрыскивает в организм белково-углеводные коктейли. Некоторые ученые считают, что в будущем мы сможем компенсировать часть питания с помощью солнечного света. Для этого нужно имплантировать под кожу микроскопические фотосинтезирующие водоросли. В идеале крошечные симбионты будут создавать столько пищи, что ее хватит, чтобы накормить каждого, при этом теплокровность человека позволит делать это даже зимой. Пока это фантастический проект, да и поверхности тела точно не хватит для того, чтобы полностью перейти на солнечные батарейки. Однако, кто знает, возможно, в будущем, живя на других планетах, способность питаться от солнечного света поможет нам выжить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и ищите нас в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех технологий будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok